Дай почитать. Отец Анны не сторонник национал-социалистов, к тому же еврей. И, видя, что происходит в стране, принимает непростое, но единственно верное решение – уехать из Германии в Канаду. Почему в Канаду там у него брат? И тут он умирает и оставляет наследство. Анна-младшая – очень несуразная, неуклюжая, потешная девочка. Четверо старших детей, хоть и любят ее, но относятся к ней как к юродивой. В Канаде, чтобы поступить в школу, нужно пройти медосмотр. У всех детей со здоровьем все в порядке, а у Анны, выясняется, очень плохое зрение. Это и было причиной ее неуклюжести. Если ты живешь, как ежик в тумане, грациозности не жди. Она попадает в необыкновенный дружный класс к прекрасной учительнице. И дети, и педагог нежно, терпеливо и настойчиво буквально вытаскивают Анну из тисков неуверенности, заниженной самооценки. Анна оказывается не гадким слабовидящим утенком, а талантливой, творческой, милосердной и мудрой девочкой. За этим удивительным превращением так приятно наблюдать, улыбаться, волноваться и плакать над открытиями и достижениями Анны. Вторая книга «Слышишь пение» действие разворачивается в Канаде в 1939-1940 годах. Вторая мировая война. Она, взрослая, очаровательная девушка, переходит в старшую школу и снова читателей ожидает доброе, светлое, чудесное, животворящее и духоподъемное история. Любопытен не только характер Анны и его формирование, но и взаимоотношения с отцом, матерью, братьями и сестрами. Поверьте, чудесная история о любви, дружбе, нежности, прекрасном преображении и вере в чудо, которое обязательно случится. 12+. Это и многие другие книги вы сможете найти в магазинах «Читай город» по адресам. Преображенская 65, Ленина 103А, Луганская 53 и Волкова 6А. До новых встреч! Дай почитать! Дай почитать!